Здравствуйте! Это программа «Главная». Здесь мы подводим информационные итоги дня, говорим о том, что важно, первостепенно и будет иметь последствия, которые мы проанализируем. Меня зовут Марина Патрина. Давайте начинать. Выставки, патриотические акции, концерты в честь Дня государственного флага России прошли в Феодосии. На улице Украинской торжественно открыли новый мурал. А в Ялте бело-сине-красное полотнище водрузили на зубцы горы Айпетри. На мемориальном комплексе Сапун-гора также развернули триколор, возложили цветы к обелиску славы и почтили память погибших героев минуты молчания. В столице Крыма за доблестный труд в честь Дня российского государственного флага глава Крыма наградил лучших работников. Росавиация продлевает временный запрет на полеты в аэропорт Симферополь. Ограничения действуют до 29 августа. Информацию об альтернативных маршрутах можно найти на сайте Воздушной гавани в разделе «Пресс-центр». Рейсы также не принимают в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте. Строительство модульного детского сада на базе Керченской школы-гимназии номер один выходит на финишную прямую. Строители завершают отделку помещений и устанавливают игровые площадки. Новый исполнитель работ приступил к обязанностям год назад, а вот в так называемой школе будущего, недалеко от детского сада, работы уже выполнены на 60%. Строители завершают возведение стен последнего из восьми корпусов, на других перекрывают крышу. В ближайшее время здесь проведут отделку всех помещений, а это порядка 93 тысяч квадратных метров. Крымские аграрии уже подали 52 пакета заявочной документации на сумму более 1 миллиарда рублей для получения господдержки на возмещение части затрат по миллиардации в 2023 году. Совещания по этой теме уже прошли в Джанкойском, Красноперекопском, Раздольнинском, Красногвардейском, Советском, Нижнегорском, Кировском и Сахском районах. Главная задача – увеличить количество орошаемых земель с помощью Днепровской воды. Об этом и о сельхозяйско-хозяйственной отрасли в целом мы сегодня поговорим с гостями студии, и я их представляю. Алимез Рединова, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым, и Юрий Гербер, заместитель директора Института агротехнологической академии КФУ имени Вернадского. Уважаемые гости, добрый вечер, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, коль мы заявили главной темой сегодня программу по миллиардации, с этой темы хотелось бы начать. Что она из себя будет представлять? Какова дорожная карта? Что уже сделано? Что еще предстоит? Эта программа у нас работает уже несколько лет, и особенность реализации ее в текущем году – это использование воды Северокрынского канала. Мы сейчас провели уже второй этап инвентаризации совместно с комитетом водного хозяйства, совместно с администрациями, сельскими поселениями, непосредственно сельхозпроизводителями, которые будут использовать в дальнейшем эту воду. Отобрали пакеты уже с готовой проектной документации и отправили ее в Минсельхоз для участия в конкурсном отборе. По результатам реализации данного конкурсного отбора мы сможем просубсидировать и снизить финансовую нагрузку сельхозпроизводителей, которые будут строить миллиаративные сети в следующем году и введут в эксплуатацию порядка 5000 гектаров дополнительно расшаемых земель с используемой воды Северокрынского канала. Мы сейчас говорим о Северокрымском канале, но здесь еще речь шла о Днепровской воде. Каким образом она будет использоваться и вообще может ли она использоваться в ближайшее время? Потому что это дополнительный источник живой влаги, силы. Да, конечно, это источник, который мы так долго ждали, и в принципе уже в этом году много из сельхозпроизводителей ее используют. Те, которые смогли сохранить все эти растительные сети, была большая проблема в их сохранении, так как очень много сетей, особенно металлические трубы, какие-то конструкции были в свое время разворованы. Сейчас сельхозпроизводители, понимая уже в феврале месяце о том, что вода у нас будет дополнительной, это основной источник для орошения, для увеличения в принципе всех орошаемых площадей, сельхозпроизводители сейчас самостоятельно восстанавливают эти сети. Также комитет водного хозяйства со своей стороны восстанавливает межхозяйственные растительные сети, сам канал для того, чтобы максимально ввести в эксплуатацию. И в следующем году у нас была возможность поливать культуры, и вводить в оборот орошения. Вы сейчас сказали о том, что была проведена инвентаризация. Насколько она сохранилась, эта система? Понимая, что долгие годы мы на эту воду, я имею в виду на Днепровскую, не рассчитывали, что, естественно, какие-то системы уже пришли в негодность. Вот сегодня какой-то анализ, проводя вот этого всего... Да, к сожалению, учитывая, что в советский период Крым имел возможность поливать порядка 390 тысяч гектар, то есть большая часть этих систем, она была в свое время разворована и уничтожена. До 2013 года мы поливали порядка 120, от 120 до 150 тысяч гектар. Поэтому на этих площадях частично, конечно же, сети восстановлены, сохранены. Многие сельхозпроизводители, естественно, ежегодно в надежде, что вода эта когда-то появится, сохраняли и свои дождевальные технику. Особенно хочу отметить, вот сельхозпроизводители северных регионов наших, да, они успешно сразу же смогли начать восстановление и использовать. Поэтому однозначно сказать нельзя, какой процент из них сохранился. Но сейчас мы видим, что огромное желание все это восстановить, даже не дожидаясь государственной поддержки, они готовы при условии, что мы сможем им обеспечить подачу к их полям. Они уже закупают в больших количествах дождевальную технику, восстанавливают сети, заслонки, трансформаторы. Ну, в общем, работа кипит для того, чтобы уже в следующем году ввести все в оборот новые площади. Ну что ж, вода важнейший ресурс, но ресурс на такой же важный ресурс – это кадры. И здесь я не могу не коснуться этого вопроса, Юрия, и адресую его вам, потому что вы занимаетесь непосредственно этим направлением. Каким образом сегодня выстраивается эта работа? Достаточно ли у нас профессиональных кадров? А если нет, то как вы планируете эту проблему решать? Будет еще много подвопросов. Я бы сказал так, что, конечно, наш агропромышленный комплекс очень нуждается в профессионалах. Очень хорошо, что к нам едут люди с материка для того, чтобы заняться любимым делом. В частности, мы знаем, что приезжают фермеры, которые занимаются лавандой, которые занимаются сыром и так далее. Такое очень романтичное направление, да? Да, это хорошо. Это хорошо, да. На первых порах, когда мы говорим о том, что мы осваиваем земли, все вместе, естественно, которые раньше пустовали, они заняты типично крымским направлением. Но во втором приближении, конечно, мы должны говорить о современных технологиях, о цифровой агрономии, о беспилотных сельскохозяйственной технике, которые в том числе и убирают урожай. И поэтому, конечно, без квалифицированных кадров нам не обойтись. Что на сегодняшний день? Конечно, успешное обеспечение кадрами агропромышленного комплекса – это такая триединная, я бы так сказал, задача. С одной стороны, это обеспечение потребностей работодателя аграрных предприятий. С другой стороны, это вовлечь, найти интерес абитуриентов. И, конечно же, это соответствие материальной и кадровой базы университета для того, чтобы обеспечить реализацию такой подготовки. Что можно сказать на сегодня? На сегодня, ну, будем так говорить, если по этому году взять, мы в этом году выпустили около 220 магистров, около 65 специалистов, это специалитет уровень, то есть в целом где-то около 285 человек. Статистика показывает… Но они осели в отрасли? Вот я к этому иду. Около 75% трудоустроены в разной степени приближенно или немножко отдаленно от специфики своей… Кто-то, может быть, фотографирует лаванду, да? Да, но с другой стороны, насколько эти люди остаются там надолго, вот это нам неведомо, потому что мы отслеживаем только по документам, насколько человек доехал в это предприятие. Как он в дальнейшем, насколько долго там останется, мы, к сожалению, пока не знаем. По итогам приема в этом году, что хочу сказать, наметилась тенденция спроса инженерного направления, то есть агроинженеры в этом году востребованы… Но инженеры сейчас вообще везде в почете, я так понимаю, в вашей отрасли, безусловно, тоже. Там был конкурс, и вот на удивление, многолетний опыт от того, что много ребят идет на землеустройство и кадастры, на геодезию, в этом году уже спрос заметно упал. Агрономия направления, агрономия садоводства, которые, казалось бы, должны быть востребованы на сегодняшний день, но пока еще вот не найден тот компромисс, о котором я говорил триединой, где мы могли бы говорить с уверенностью о том, что мы проблему решили, потому что пока мы ее не решили. Что мы делаем в этом направлении? Конечно, мы занимаемся поиском новых подходов к образовательному процессу. В частности, мы сегодня предлагаем нашим ребятам, абитуриентам, индивидуальные образовательные траектории. И вот, что это и как это понимать? Абитуриент, придя к нам, став студентом первого курса, выбирает то или иное направление, которое мы ему предлагаем. Мы помогаем сформировать эту индивидуальную образовательную траекторию. Во-первых, с учетом того, какой уровень это должен быть образовательный. То ли это будет просто бакалавриат, то ли бакалавриат плюс магистратура. Насколько необходимо при подготовке дополнительные такие моменты, как, скажем, знания экономических основ. То есть он сам выбирает определенные компетенции, наполняет какую-то образовательную корзину и получает свой диплом. Какие-то экономические вопросы, какие-то вопросы связаны с юриспруденцией. Таким образом, если он заявляет то, что я хочу быть руководителем какого-то сельхозпредприятия, мы ему формируем такую образовательную, индивидуальную образовательную траекторию, по которой он, собственно, по истечении вот этого количества лет, срока обучения, он приобретает необходимые компетенции. Ну, ценный кадр же должен воспитаться благодаря вот такой программе. Я думаю, что и применение в отрасли должны получать они непосредственно, стопроцентно. А такое направление, как сельскохозяйственная ипотека, вот об этом направлении говорил Мишустин, то, что она продлевается, это же тоже должно каким-то образом стимулировать и отрасль, и направление в целом. Расскажите, в чем она заключается, на что может рассчитывать человек, который заинтересовался этой сельскохозяйственной ипотекой? Конечно, особенно для привлечения молодежи для жизни в сельскохозяйственную местность. Да, данная программа у нас уже работает в третий год. И, учитывая, что успешно она начала реализацию в первый год ее объявления, буквально разлетелись наши лимиты в буквально первые два месяца, на сегодняшний день, в принципе, работа эта продолжается. Внесены некоторые изменения, и хотелось бы на них акцентировать внимание, что для того, чтобы приобрести жилой дом по сельской ипотеке, дом должен быть, это последнее изменение, которое хотелось бы озвучить, дом должен быть не выше пяти этажей. И все, что касается домов в частных построек, то дома не старше пяти лет, это ограничения, которые вот сейчас введены. И, в принципе, это тоже вполне под этот реестр попадает достаточное количество домов. Учитывая огромное количество домов, которые на сегодняшний день строятся, в принципе, предложения и есть, и спрос на эту ипотеку тоже огромный. Банки принимают заявки, оформляют, поэтому здесь все, кто желает связать свою жизнь с сельской местностью, жить и работать там, в принципе, эта программа вполне приемлема. Популярность, она потом оправдывает теми компетенциями, которые человек предоставляет в отрасль, дает те знания, те умения, те навыки, о которых мы сейчас с вами говорим. То есть это же не просто какие-то удобные схемы для того, чтобы выгодно получить тоже жилье и как-то удобно выстроить свою жизненную позицию. Да, но, в принципе, сельская ипотека, она не ограничивает человека работы именно в сельском хозяйстве. Любой гражданин Российской Федерации, он может приобрести в рамках сельской ипотеки жилье и переехать туда. Есть определенные условия, что он должен быть прописан и в течение полугода жить в приобретенном доме. Это еще более соблазнительный, быть может, подстегнет человека, который переехал в этот дом, заниматься сельским хозяйством. У нас сейчас на скайп-связи Андрей Вершинский, экономист, и ему хотелось бы задать вопрос о какой-то такой социальной значимости подобной программы. Насколько она эффективна, насколько она будет иметь какой-то положительный эффект. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. В принципе, очень хорошая и популярная программа в Российской Федерации. По Российской Федерации в целом более 38 тысяч примерно заявок одобрено и получили кредитование семьи, которые хотят жить в сельской местности. Эта программа важна по нескольким позициям. Она важна в частности для того, чтобы сельские жители могли жить в качественных современных условиях, потому что все дома, которые продаются по сельской ипотеке, должны быть мало того, что новыми, то есть 3 или 5 лет в зависимости от условий, они должны быть еще снабжены всеми необходимыми условиями. Среди коммунальных условий это газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация. То есть все это должно быть в домах. По статистике по Республике Крым таких домов у нас примерно 30%. И это количество должно быть, естественно, повышаться. Почему она важна? Потому что, опять же, по российской статистике, смотрите, все дни показатели, то 80% семей обладают доходами в размере, который не превышает двух прожиточных минимумов жителей сельских территорий. Соответственно, эти жители не могут позволить себе стандартные условия ипотеки. Поэтому и должна использоваться данная ипотека для того, чтобы они могли позволить себе улучшить свои жизненные условия. Во-вторых, помимо того, что граждане могут улучшить свои жизненные условия, появляются строительные организации, которые, допустим, небольшие, которые строят жилье для этих граждан и которые тоже будут развиваться от этой сельской ипотеки. Спасибо большое. То есть эффект положительный будет у всех. И у тех, кто это жилье приобретает, у тех, кто это жилье устроит, и у аграриев, которые получают возможность заполучить себе ценные кадры, которые так или иначе селятся в сельской местности. Еще о положительных... Да, спасибо большое. И напрямую, и косвенно. То есть учителя-врачи, они не работают в сельских, как бы на агропредприятиях, но они необходимы, чтобы они были тоже... Ну, качество жизни на селе в любом случае улучшается. Андрей, мы вас благодарим. Спасибо большое за то, что включились в наш эфир. Всего вам хорошего. Хотелось бы поговорить о аграрном годе. Сейчас у нас заканчивается лето, мы уже можем подводить те или иные итоги, уже можем рапортовать о наших успехах, потому что я знаю, что, судя по погодным условиям, кто-то жалуется, что много дождей, много осадков, кто-то, наоборот, очень радуется. Я знаю, что вы среди тех, кто радуется. Чем мы можем похвастаться, какими успехами в этом направлении? Да, аграрии в этом году действительно радуются. Погодные условия были идеальными для того, чтобы сформировался урожай. И тот урожай, который мы уже, в принципе, собрали, сбор зерновых, зернововых культур, в принципе, уже закончился. И мы анонсировали о том, что Крым впервые за многие годы собрал рекордный урожай, это 2,2 миллиона рублей. Ой, прошу прощения, 2,2 миллиона тонн. Миллион рублей тонн, хорошо. Да, дело в том, что и на другие, на формирование урожая других культур тоже благоприятно повлияли эти условия. У нас в этом году ожидается хороший урожай и плодовых культур, винограда. Сейчас мы приступили к уборке технических культур, приступаем, поэтому здесь, в принципе, как бы все сложилось для того, чтобы получить хороший урожай и обеспечить наших крымчан продукцией. Погода – это хорошо. А технологии помогают для того, чтобы улучшать качество урожая, его сохранность, его возращиваемость? Конечно, технологии идут вперед, и сельхозпроизводители, они пытаются идти, не пытаются, а идут. Стараются, да, идти в ногу со временем. Обновление парка сельхозяйственной техники, обновление, модернизация, в принципе, сельхозяйственного производства, она идет. Мы видим о том, что ежегодно увеличивается количество техники, которая приобретается. Учитывая то, что много лет она была изношена, порядка 80% сельхозяйственной техники было изношено. Сейчас мы видим современный парк техники, где один пассивной комплекс заменяет целую тракторную бригаду. Поэтому в этом плане в Крыму все хорошо, и это тоже один из тех нюансов, один из тех моментов, которые влияют на положительный урожай. Также агротехнологии сельхозпроизводители Крыма работают в тесном контакте с наукой. Наука сейчас нам расскажет. С Крымским федеральным университетом, институтом сельского хозяйства у нас самый лучший. И один из единственных научных учреждений – это институт винограда и виноделия Магарачи, есть Никитский ботанический сад. Мы все в комплексе помогаем сельхозпроизводителям сориентироваться, учитывая изменение климатических условий, изменение конъюнктуры рынка, применять те культуры, те семена, тот посадочный материал для того, чтобы иметь урожай, обеспечивать крымскими продуктами. И, конечно же, немаловажную роль играет финансовое обеспечение самих предприятий, прибыль для того, чтобы они могли содержать предприятия, развиваться, платить заработную плату, платить налоги и, естественно, инвестировать. Что по технологиям, какие вы могли бы предложить и предлагаете качественные способы, методы, результативность повышать сельское хозяйство? Я хотел бы продолжить мысль, которую сказала Лимон Азимовна в том отношении, что действительно без современных технологий нам не прожить, техники современные тоже. Но здесь такой момент есть интересный, что если в недавнем прошлом, скажем так, зажиточный работодатель или сельскохозяйственный руководитель мог сказать так, да, ну зачем мне, собственно говоря, ваша наука, ваш университет, я пойду куплю себе какую-нибудь итальянскую машину, итальянский комбайн и буду на нем спокойненько работать. Это время уходит в прошлое. Почему? Почему? Потому что сегодня существует определенное геополитическое состояние вокруг в мире, да, вокруг в том числе сельского хозяйства, и мы вынуждены заниматься вопросом импортозамещения. В этой связи понятно, да. Итальянский комбайн нам больше не нужен, мы должны сейчас создавать свой. Да, мы вполне, мы вполне, в общем-то, реально работоспособны и способны на то, чтобы создать эту технику, и создавали ее в свое время когда-то, и виноградо-уборочные комбайны, и полностью весь комплект техники для многолетних культур. Поэтому сейчас будет крен, конечно же, в сторону нашего разработчика отечественного и нашего специалиста, который сможет в условиях предприятий работать с этой техникой, обслуживать ее. Что касается разработок, которым мы занимаемся, мы, ну, безусловно, это адаптированное сельское хозяйство с учетом потребностей конкретных районов, аграрных районов, потребностей во влаге, потребностей во внесении удобрений. Это, конечно же, беспилотная техника для обработки сельхозкультур и, в частности, для уборки этих культур. У нас есть, скажем, геодезисты, агрономы, которые совместно работают над этим. У нас есть агроинженеры, которые работают на создание самоходных шасси универсальных, которые смогут работать в многолетних насаждениях и вести целый ряд комплекс работ по его обработке. У нас на работке довольно серьезные есть в области переработки сельхозпродукции, которая также на сегодня является неотъемлемой составляющей агропроизводства в части экономической целесообразности вообще его как такового. Если мы говорим о переработке сельхозпродукции, неотъемлемой проблемой являются большие энергозатраты, в том числе и на тепловые процессы. Вот как раз у нас есть определенные наработки, в частности, предложение комплексных энергозамещающих устройств для снижения энергозатрат. Я, к примеру, могу сказать так, что молочные продукты, производство молока и молочных продуктов. Ведь на определенном этапе перешли производители на заменители молока, и мы знаем о том, что появилось очень много продукции, которые являются продуктом молочным. Почему это случилось? Конечно же, из-за высокой себестоимости. В первую очередь, конечно же, из-за снижения поголовья, а во вторую очередь из-за того, что это очень энергозатратное производство, и оно влияет на формирование себестоимости. Себестоимость получается довольно высокая. В этом отношении, конечно, нужно использовать современные технологии, энергосберегающие, о чем мы говорим. И, безусловно, это те технологии, которые сохраняют продукцию, которые как можно меньше отходов. Это безотходные, точнее сказать, безотходные технологии. Это же очень дорогие технологии, да? Дорогие технологии, довольно дорогие технологии. Но, тем не менее, мы вынуждены говорить и о экологии, о сбережении экологии вокруг нас и сбережении потерь. То есть факторов очень много. А вот насколько взаимодействует сегодня наука, да, и вот эти технологии, ваши наработки, и непосредственно прикладная работа на земле, непосредственно получать вот эту вот взаимосвязь для того, чтобы эффективнее работать и качественнее производить то, что необходимо? Взаимодействуем. Да, взаимодействуем постоянно, так как ситуация... То есть за советами часто к науке обращаетесь, условно говоря, там какая-то проблема. Постоянно, даже не за советами, а у нас идет постоянный процесс работы, так как непосредственно сельхозпроизводители, они с наукой тот же посадочный материал. Есть у института лаборатории, где можно выращивать безвирусный посадочный материал, создавать питомники, сельхозпроизводители делают определенные заказы на выращивание того или иного посадочного материала, используют те сорта семян, которые выводятся нашими институтами. То есть здесь взаимодействие идет постоянное, поэтому мы круглые столы, дни поля, это все проходит во взаимодействии именно сельхозпроизводителей, министерства, наука и сельхозпроизводителей. Вот это трио, оно постоянно. Итак, с кадрами, в принципе, вопрос решается. Вода есть, технологии есть, урожай хороший. В чем сегодня основные проблемы, которые непосредственно нужно решать? У нас остается буквально три минуты до конца эфира, чтобы понять, когда вас в следующий раз сдавать на эфире и о чем говорить непосредственно. Есть такие риски, я хотел бы следующий сказать. Наработки есть. Понимаете как, если в мировом масштабе мы возьмем, скажем так, вложение, государственное вложение в аграрную науку и аграрное производство, то Россия находится в топ-10 по объемам госвложений. Если мы возьмем объемы частных инвестиций в эти же самые статьи, то, к сожалению, мы очень далеко. А хотелось бы быть поближе. А хотелось бы быть чуть поближе. В частности, ну если, скажем так, 3% от объема соответствующего, наши объемы частных инвестиций, составляют, скажем, от Нидерландов. 15% эти объемы составляют от ЮАР. Но здесь государству вопросов нет. Государство вкладывает. Здесь уже вопросы к частным инвестициям, да, которые не идут в том объеме, в котором нам бы хотелось. Но все идет к тому, что да, сейчас будут частные инвестиции вливаться, так как импортозамещение, производство собственного посадочного материала, поведение новых сортов, все это приводит сельхозпроизводители непосредственно в науку. Они должны вкладывать, сложились такие условия. Вы уже чувствуете, что процесс пошел, и что инвесторы действительно становятся более заинтересованными, ну хотя бы элементарно по какому-то оживлению и по заявкам, которые поступают к вам в министерство? Вот уже и сейчас. Конечно, конечно, в первую очередь инвесторы, обращаясь, даже подписывают элементарное инвестиционное соглашение, мы уже видим при создании, при разработке какого-то технико-экономического обоснования, они уже говорят о том, что мы совместно с институтом огорачили, мы совместно с КФУ. То есть эта работа, она живая, идет постоянно. Ну что ж, будем надеяться, что не только в лаванду, сырые виноградовства будут приходить инвесторы, но и в какие-то более такие земные, да, конкретные направления. Животноводство тоже, да. Ну что ж, спасибо вам большое за этот интересный эфир. Мне было очень познавательно. Надеюсь, как и нашим телезрителям, спасибо вам большое. Всего хорошего и до свидания. До свидания. Мы говорили об успехах сельскохозяйственной отрасли. Увидимся в эфире. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин